Согласно исследованию ученых, люди, которые ежедневно совершают добрые дела, лучше чувствуют себя и физически, ощущают свою жизнь более гармоничной, обладают лучшим иммунитетом, меньше болеют, дольше живут, вырабатывается гормон серотонина, регулирующий наше настроение. В общем, все классно. Мы так как бы зазываем делать добрые дела. Вот это тебе будет хорошо физически. А почему мы не зазываем делать добрые дела, что вот другому будет хорошо, что другой будет счастлив, тепло ему будет, замечательно. Вот почему нельзя дойти до такого уровня? Или можно? Да нет, естественным путем это нельзя. Надо осторожнее. Сверхъестественным можно. Сверхъестественным? Да, наше естество, оно не даст нам по-доброму относиться друг к другу. Ты же видишь, приведи мне в мире примеры доброты друг к другу. Только между родственниками в какой-то мере, и все. Не, ну есть дружба такая, знаете, такая. Ну, это когда человеку это необходимо, когда человеку это надо. Вот здесь проблема. Я добр к другим, потому что им это надо, или потому что мне это надо? Вот именно. Если мне это надо, то это не считается, что я делаю добро. Я что-то делаю, потому что мне это надо. А на самом деле... Настоящая доброта. Настоящая доброта, она должна быть против своей воли. Против своего желания. Насилие. Я должен преодолеть себя и делать доброе другому. Тогда это действительно доброта. То есть я ни секунды не думаю о том, что это мне хорошо для здоровья моего, для моего настроения. Я ни секунды об этом не думаю. Я думаю, что мне от этого ничего не будет, а просто я хочу сделать такой жесть доброй воли другому. Это высший пилотаж называется. А иначе это не доброта. А иначе просто у меня чего-то там давит, и я хочу избавиться от внутреннего давления. И мне лучше, когда я делаю другому добрым. Но вот это мне лучше, оно стоит впереди. Конечно. Это является причиной. Мы когда-нибудь дойдем вот до этого идеального определения добра? Нет, никогда не дойдем со своей природой. А, никогда даже? Никогда. Нам надо будет подняться выше нашей природы, когда мы убедимся в том, что мы так просто дольше не можем существовать. Мы съедаем друг друга. У нас начнут вырастать клыки. Нам раскроется, что мы не делаем добро? Раскроется это вообще? Не только. Нам раскроется, что мы делаем только зло друг другу. Именно в тех действиях, которые нам казались раньше добром. Это раскроется человеку? Да. И вот тогда нам придется себя таки действительно переделывать. Надо будет создавать себе такой внутренний инструмент анализа наших побуждений, намерений, которые точно покажут нам, а что на самом деле мы желаем себе или другим, добро или зло. Понятно. То есть так или иначе старт будет вот с этой отрицательной точки, да? Да. А положительно можно двигаться, вот как-то так? Ну, нету этого в нашей природе, что же можно сделать. Вот, елки-палки. Ну, об этом сказано, иди к Творцу, который тебя создал. И мы пойдем к Творцу, да? И пойдем к Творцу. У тебя есть ко мне претензии? Иди к Нему. Понятно. И тогда мы начнем делать добрые дела, когда к Нему пойдем, да? Мы пойдем и упросим, что мы действительно желаем против нашей воли, против нашей природы, в которой Он нас создал. Мы желаем быть другими, добрыми к другим, и тогда Он это с удовольствием выполнит. Понятно. То есть Он хочет этим самым, что Он нас вот так крутит вверх, и сейчас, чтобы мы обратились к Нему. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!